Добрый день, дорогие друзья! Приближаются выборы. Единая Россия пробивает новое дно. И ведь они намереваются, они всерьез намереваются снова сделать вид, что за них проголосовало подавляющее большинство россиян. Вот у россиян нет других вариантов, кроме Единой России. В Подмосковье заставили школы и детские сады вербовать избирателей для Единой России, друзья. Я понимаю, что многих людей бесят мои какие-то длительные рассуждения. Главное скажу, главное в начале ролика, а потом мы продолжим эти замечательные истории читать. Пожалуйста, сейчас очень многое зависит от нас. Если вдруг вы получаете подобные приказы, постарайтесь записать их на звук, постарайтесь снять видео, сделайте скриншоты электронных писем, зафиксируйте, когда вас заставляют голосовать за Единую Россию, участвовать в праймерис, хотя вы не хотите, участвовать в каких-то шествиях, флешмобах в поддержку Путина или Единой России. Это серьезно влияет на общественное настроение. Распространяйте эту информацию, присылайте ее мне, присылайте ее в ваши городские или районные, региональные группы, где обсуждается политика и просто жизнь. Просто напишите. А вы знаете, что у нас в Костроме, например, Единая Россия заставляет за себя голосовать? Вот я, например, учитель детского сада, вот такие письма получаю, чтобы люди видели, черт возьми, это не только меня бесит, вот еще люди об этом пишут. Надо, чтобы это было общим местом. Нужно, чтобы единороссы понимали, все они, все, кто участвуют в этой фальсификации, подтасовке, являются мошенниками, преступниками, это преступление, воровство, подтасовка выборов, устраивать вот эти карусели, принуждают людей голосование. Это нарушение уголовного кодекса, нарушение наших законов. Вы, единороссы, вы преступники, и каждый пост, который посвящен какой-то попытке, хоть как-то с выборами, смахинировать, сфальсифицировать, должны обязательно подчеркиваться. Это делают преступники. Итак, в Подмосковье заставляют школы и детские сады вербовать избирателей для Единой России. Читатели Рядовка сообщают, что в Люберцах, где, между прочим, находится административное здание Московской области, то есть Люберцы, это что-то вроде такой неофициальной столицы Московской области, заставляют воспитателей и учителей формировать списки родителей, которые собираются голосовать. А заведующие директора обзванивают базу и любезно советуют отдавать свой голос на выборах в Мособлдуму за единоросса. Вот примеры сообщений. Кстати, по поводу садов тоже могу сказать, что мне звонила заведующая сада и просила голосовать нас с мужем за единоросса Дениска и составляют списки тех, кто будет за него. Ни в коем случае за этого долбаного Дениска не голосуем. Попросили сделать список, что вы согласны проголосовать за депутата, не помню фамилию. Вы не против, если я вас запишу? Нужен СНИЛС для этого. Меня не надо записывать, я против. Уважаемые родители, просьба срочно до 20 февраля скинуть вашим воспитателям информацию о совершеннолетних членах ваших семей, родителей, бабушки, дедушки, старшие дети, дяди, тети, зарегистрированных в городском образовании Люберцы, Люберцы, Томилина, Краскова, Малаховка, Октябрьский, сведения для каждого, фамилии, имя, отчество, дата рождения, адрес, телефон, электронная почта, СНИЛС. Эта информация необходима администрации детского сада для составления списков, имеющих право голосования на выборах в Люберцах. Заранее благодарим за информацию и оперативность. Причем здесь детский сад и выборы? Вот у сотрудников детского сада такого вопроса не возникает? Или что? На каком основании вас заставляют заниматься этими вещами? Единая Россия не дает вам деньги. Вы получаете деньги из бюджета. Вы, Единая Россия, ничем хорошим не обязаны. Эта партия разрушает нашу страну. Убедительная просьба заполнить данную таблицу строго тех, кто прописан в Люберцах. Именно ваши данные не детей, а выполнение сообщить в личные сообщения. С уважением, Елена. Это учителя 28-й, уже не детского сада, а школы в Люберцах, собирают данные с родителей под видом переписи населения. Не ведитесь на клоунаду. А если вдруг коллеги-бюджетники подзабыли, что такое партия Единая Россия, так я напомню. Хотел бы напомнить о наиболее массовых и популярных вариантах жонглирования зарплатами, которые постоянно озвучивают лидеры профсоюзов в бюджетной сфере. То здесь подробно разобраны те способы, которыми у нас в стране отнимают честно заработанные деньги, то, что нам обещано майскими указами. Но почему-то этой зарплаты мы так и не получаем, так и не видим. Да, в Москве бюджетники получают неплохо, во всех остальных регионах тихий ужас. Первое. Игра на понижение ставки. Зарплата врача, ученого, учителя или музейного работника повышается до требуемых законом параметров. При этом работника переводят на 50 или даже 25 процентов, то есть половину или на четверть ставки, сохраняя его обязанности в прежнем объеме. До юра заработок как бы растет. Де факто человек работает за те же деньги, что и раньше. Второй вариант. Многостаночники поневоле. Заработок бюджетника действительно дотягивает до майских, имеется в виду майские указы. Но при этом врач или преподаватель работает за себя и за того парня на полторы-две ставки. Чрезмерная интенсификация труда бюджетников в официальной статистике не учитывается. Ну, то, что даже московские учителя, например, как я, до июня прошлого года работал в школе. Да, большинство работает на полторы ставки, это считается нормой. Две ставки тоже частенько встречаются. Какое качество при этом преподавания, особенно, что касается воспитательной работы, халтура откровенная, но это никого не волнует. Главное, что майские указы якобы выполнены. Третье. Статистика что дышла. Чиновники полюбили широко трактовать майские указы. Так, вместо средней зарплаты по региону для расчетов берется средний доход. Вместо одного параметра используется другой параметр. И вроде бы все звучит неплохо. Четвертое. Зарплатная раздробленность. Заработок условного бюджетника, работающего в одном регионе, может в несколько раз отличаться от зарплаты его коллеги из другого региона. Ну, вот Москва и Московская область зарплата тех же учителей отличается в два-три раза легко. Несмотря на одинаковые обязанности, количество рабочих часов и условия труда. Это старая травма действующей системы оплаты труда, с которой необходимо бороться. Пятое. В списках не значатся. Специфические отраслевые махинации с персоналом и зарплатами. В качестве наиболее яркого примера массовый перевод младшего медицинского персонала, скажем, санитарок, подпадающих под условия майских указов на должности уборщиц, на которых президентские распоряжения не распространены. На все эти проблемы профсоюзы неоднократно обращали внимание представителей власти и работодателей. Да и блогеры, и журналисты, и на митинках об этом говорили, и ученые, и учителя, и врачи, что зарплата все еще низкая, Владимир Владимирович, ау! И вот только сейчас, в 21-м году, черт возьми, прошло 9 лет с момента подписания майских указов хорошо. 8,5 лет прошло с того момента, майские указы все еще не выполнены, и за это никто не уволен, не посажен, не оштрафован с конфискацией. Локальных побед по указанным проблемам хватает, но общая тенденция к играм с цифрами очевидна. С учетом этого звучат предложения предоставить президенту и правительству не только официальную статистику, но и подготовленную профсоюзами аналитику с подробными пояснениями, почему в том или ином случае реальные показатели не дотягивают до заявленных в официальных отчетах. Предложение здравое. Другой вопрос о профсоюзе. Они насколько независимы? Насколько легко договориться каким-нибудь единороссом с представителями профсоюзов, чтобы они правильную бумажку положили на стол президенту? Тоже так себе решение. У нас нет независимой политической системы. У нас вся независимая оппозиция подвергается массированным репрессивным карательным операциям. Сейчас два слова скажем вот об этой замечательной девушке Таня Буцкая. В инстаграме у нее целый миллион семьсот тысяч подписчиков. Председатель правления Совета матерей России. Победитель конкурса лидер России политика, которую проводит администрация президента. Обладатель премии лучший родительский блогер. Угадайте, почему мы о ней говорим сразу после выборов. Правильно, она будет баллотироваться в Государственную Думу. Как раз от моего района, где я живу. Восток Москвы, избирательный округ 204, Перова, Новогиреева. Вот эту девушку. Значит, у нас в Государственной Думе от единой России сидят спортсмены, артисты, журналисты. Теперь блогеры пойдут. Блогеры. Я вам сейчас объясню, что это за блогер, что это за девушка. Вот как и думаете. Вот вы слышите Совет Матерей России. Наверное, эта девушка яростно защищала московских школьников от дистанционного образования. Наверняка интернет просто завален ее требованиями верните детей в школы. Нет. Я впервые слышу ее фамилию. Вы слышали про Татьяну Буцкую? Чем блогеры отличаются от журналистов? Показываю. Объясняю на пальцах. Вот смотрите. У нее миллион и 700 тысяч подписчиков. Вот на этом посте у нее 1700 лайков 200 комментариев. Почти 4000 лайков 150 комментариев. Почти 6000 лайков 170 комментариев. 5000 лайков 350 комментариев. 4500 лайков 250 комментариев. То есть порядок цифр о тут 27 почти тысяч лайков и только 54 комментария. Очень подозрительно. То есть вроде людям а это даже не лайки это просмотры. Здесь у нас 14 тысяч просмотров 18 комментариев. То есть из 26 тысяч человек кто посмотрел ролик только 54 что-то написали. Из 14 тысяч кто посмотрел ролик только 18 что-то написали. Друзья такого не бывает. Это накрученные боты. Это нереальные люди. Этот так называемый блогер просто заплатил баблишко судя по всему он знает где достать баблишко на такие вещи. Накрутил себе подписчиков полтора миллиона реальных подписчиков ну дай бог если 100 тысяч ну 200 тысяч максимум на 200 тысяч подписчиков 25 тысяч просмотров верю. в этот показатель верю. Но даже из 25 тысяч просмотревших 50 комментариев это очень мало. Среднее соотношение 1000 просмотров 100 лайков 10 комментариев то есть с 26 тысяч просмотров должно быть хотя бы 260 комментариев. Это такие средние пропорции. Вот я блогер я знаю как это делается. Вот чтобы не принимать мои слова на веру я все-таки ютубер я не по инстаграму вот сравниваем Ёлка Сингер у нее меньше подписчиков на 500 тысяч меньше здесь было 1,7 миллиона здесь 1,2 миллиона посмотрите цифры 10 тысяч лайков это что-то совсем свеженькое 10 тысяч 30 тысяч просмотров 15 тысяч 40 тысяч 50 тысяч 80 тысяч 50 45 28 25 12 11 19 14 цифры больше а подписчиков меньше другая Мария Ивакова 16 14 48 36 71 442 просмотра на видео 61 тысяч просмотра на видео вот это я понимаю а у нее не миллион 700 у нее только один миллион подписчиков Коваль вообще меньше миллиона подписчиков 582 тысячи и что тут у нас 31 тысяча лайков 282 тысяч просмотров 32 с половиной тысяч просмотров 32 и 7 тысяч просмотров 230 тысяч просмотров 40 тысяч лайков 250 тысяч просмотров Это что такое за страница? Человек не представляет из себя Ничто, пустое место Заплатила бабки Ему накрутили подписчиков Лайков, просмотров И на этом основании Человек идет в Государственную Думу В Государственную, черт побери, Думу Они будут принимать наши законы Единая Россия Не по-детски, просто не по-детски Друзья, как только в вашем регионе станет известно Кто баллотируется от Единой России Присылайте всю информацию мне Делайте собственные небольшие расследования Узнавайте, чем человек уже успел прославиться Будем делать такие же разоблачающие ролики С Госрозыском мы запустили проект Разоблачение каждого губернатора Посчитаем его активы Посмотрим, что у него есть, чего у него нет То же самое по каждому депутату от Единой России Единую Россию на свалку историю Партию ядро в помойное ведро Друзья, только вместе мы сила Рассчитываю на вашу активность Единая Россия не должна Получать большинство в нашем парламенте Не должна Каждый, кто баллотируется от Единой России Должен знать, что он враг Нашего народа Он помогает уничтожать Россию Разваливать нашу экономику Образование Здравоохранение Социальное обеспечение Пенсионное обеспечение Наша природа Экология Наши недра Мы отстаем Мы деградируем Это все заслуга Это прямая ответственность Единой России Никакой нормальный человек Не может баллотироваться от этой партии Друзья, рассчитываю на вас Прорвемся Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...